В последнее время я в каждом видео говорю, что Рим готовится к юбилейному году. И как будто прошу прощения у гостей Вечного Города за неудобства, за то, что вы приехали в Рим, а Рим сейчас как одна большая строительная площадка. Но понимаете, это всегда так было накануне юбилейного года. В юбилейный 2025 год, посвященный надежде, Рим и Ватикан готовятся принять 35 миллионов паломников. За год до юбилейного года начинается подготовка. Стараются отреставрировать церкви, фонтаны, перекладывают брусчатку. Готовится интересная программа на весь год. И поэтому сейчас в Риме идут масштабные работы по реставрации исторических объектов. И от вас, от моих зрителей, очень часто поступает вопрос, но что же это за юбилейный год, что к нему так активно готовятся? В католической церкви святой или юбилейный год – это период, в течение которого папа предоставляет полную индукенцию верующим. В юбилейный год в четырех базиликах Рима откроют цветы и врата, через которые пройдут верующие, чтобы очиститься от грехов или получить полную индукенцию для своих умерших близких. Со всего мира ожидается большой поток верующих. В юбилейный 2025 год Рим и Ватикан готовятся принять, как я уже сказала, 35 миллионов паломников. И поэтому город начищают до блеска. Первый юбилейный год был объявлен в XIII веке папой Бонифацием VIII. Папа Бонифаций VIII установил срок празднования юбилейного года каждые 100 лет. Чуть позже срок был сокращен до 50 лет, потом до 33 лет по числу прожитых лет Иисуса, и, наконец-то, до 25 лет. Юбилейный год будет проходить с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года. Целый год будут открыты святые врата в четырех базиликах Рима. Накануне юбилейного года проходят не только реставрационные работы исторических объектов, но и открывают новые места, которые долгое время были закрыты. Вот сегодня мы с вами зайдем в крипту церкви Святой Агнесы. Но прежде чем спуститься туда, я хочу рассказать вам небольшую историю о площади Навона. Наверное, многие из вас слышали такое выражение, что Рим как лазанья. И на самом деле это так. Под нашими ногами еще много сокровищ, которые не увидели свет, и находятся на глубине шести или более метров. Вот, например, знаете ли вы, почему у площади Навона такая форма? Форма в вытянутой канцелярской скрепке. И этому, конечно, есть свое объяснение. Нынешний уровень площади примерно на шесть метров выше первоначального. Во времена императора Домициана в 86 году н.э. на этом месте был построен стадион. Здесь проходили атлетические соревнования. А когда в 217 году в Колизей ударила молния, пока его реставрировали, а это заняло несколько десятилетий, на территории стадиона Домициана проходили гладиаторские бои. Стадион Домициана был одним из важнейших зданий своего времени. Внутри стадиона находились трибуны, где одновременно могли вмещаться, как утверждают источники, до 30 тысяч людей. А снаружи, в многочисленных арках, были расположены ремесленные мастерские, таверны, лавки торговцев, и даже были открыты бордели. Но это сейчас мы их называем бордели. Здесь когда-то находился храм немой богини, и священная проституция практиковалась в храме в древние времена. Например, в храме женщины и девственницы предлагали интимные услуги паломникам и странникам, и это было священное место, а не бордель. Ну а потом, со временем, конечно, название и отношение к священной проституции изменилось. Стадион Домициана использовался до V века, а потом начался упадок города. Среди разрушенных арок выросла небольшая часовня, посвященная святой Агнессе, одной из самых популярных римских мучениц. Она хотела посвятить себя богу, жертвуя собственной жизнью. По преданию, она приняла в этом месте мученическую смерть. О ней-то мы сегодня и поговорим. Некоторые туристы проходят мимо римских церквей, а зря. Здесь тоже переплетается история от античных времен и до наших дней. Самое главное – суметь все это увидеть, рассмотреть и понять. Церковь святой Агнессы считается жемчужиной барокко. Несмотря на то, что она небольшая, она поражает и удивляет своей красотой. Церковь была построена, согласно легенде, на том месте, где в 304 году н.э. 13-летняя Агнесса приняла мученическую смерть. Агнессу полюбил сын влиятельного римлянина. Но она отказала ему в замужестве, так как решила посвятить себя богу и дала себе обед целомудрия. За это бедную девочку бросили в бордель, который находился в подвале Домициана. Рядом с ней всегда был ангел. Он наблюдал и оберегал девочку. Когда кто-нибудь приближался к ней, он ослеплял его сильным светом. Так никто и не сумел овладеть Агнессой. Однажды к ней пришел молодой паренек. Попытался приблизиться, но в это время ангел коснулся его, и он упал замертво к ногам девочки. Агнесса почувствовала жалость. Попросила Господа, чтобы мальчик воскрес. Мальчик воскрес. А вот Агнессу обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее привязали к столбу обнаженной, но случилось еще одно чудо. Внезапно у нее выросли волосы, закрывая ее от любопытных глаз, а пламя разделилось на две части, не касаясь ее тела. И так как все попытки сжечь ее заживо закончились неудачей, солдат ударом меча отсек ей голову. Девочка была похоронена, а место гибели стало местом поклонения христиан. В XII веке на этом месте была построена церковь. Голова святой Агнессы находится в церкви. Может показаться, что она очень маленькая, но ведь девочке было всего лишь 13 лет. Ну а сейчас, наконец-то, давайте из церкви спустимся в крипту. Она является единственной сохранившейся частью первоначальной церкви. В 1652 году Папа Иннокентий X задумал построить новое здание на месте древней церкви святой Агнессы. Первоначальная задача была поручена архитектору Райнальде. Но скоро понтифик освободил его от этой задачи и поручил ее Франческо Борамини, который занимался церковью и криптой до 1657 года. Великий архитектор Франческо Борамини позаботился о первой реставрации крипты, пострадавшей от частых наводнений и большой влажности. Папа Иннокентий X умирает в 1655 году. После его смерти на Конклаве был избран новый папа. Он вошел в историю под именем Папа Александр VII. Папа Александр VII собирает комиссию по расследованию возможных ошибок Борамини, что заставило архитектора отказаться от работы. У каждого папы в приоритете были свои архитекторы и скульпторы. У папы Александра VII Киджи был в приоритете конкурент Борамини Бернини. Спускаясь по лестнице в крипту, нас встречает фреска 17 века с изображением святой Агнесы и ангела, который поддерживает ее. Склеп разделен на три отдельные помещения. Первое – самое большое, с колоннами и арками. На мраморном алтаре с двумя молящимися ангелами у основания находится горельеф, изображающий святую Агнесу. Солдаты ведут ее на казнь. Горельеф был создан Джованни Буратти по рисункам Александру Альгарди в 1663 году. Раньше многие приписывали эту работу Альгарди, но недавно выяснили, что Альгарди создал только рисунки. Альгарди в 16. Поднявшись по внутренней лестнице, мы можем увидеть остатки каменных арок стадиона Домициана, построенного 2000 лет назад. Продолжение следует... Последние две комнаты еще предстоит отреставрировать, но самые интересные элементы в помещениях, конечно же, пол, где можно встретить остатки от мозаики III века. В 2017 году были начаты тщательные историко-научные исследования для оценки состояния комнат и фресок, которые находились в глубокой стадии разрушения и были почти полностью неразборчивы. Была установлена система обработки окружающей среды, которая позволила снизить влажность помещений. Это дало возможность приступить к проведению реставрационных работ. Все это время я следила за новостями, когда же наконец-то можно будет спуститься в крипту и посмотреть, что так долго было скрыто от нас. И таких мест, как эта крипта, нуждающихся в долгих реставрационных работах, в Риме очень много. Их постепенно реставрируют, и у нас, любители историй, есть возможность попасть в эти места. Если вход в Римские церкви бесплатный, то, чтобы спуститься в крипту, нужно заплатить 6 евро. Дорогие друзья, не жалейте времени и денег для посещения таких мест, ведь они веками были скрыты. И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность побывать в местах, которые недавно были отреставрированы и открыты для посещения. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас давайте немного прогуляемся вокруг церкви. Тот, кто был у меня на экскурсиях по Риму, в этом районе я показываю очень много интересных мест. Чтобы обойти вокруг площади Навона, у нас иной раз уходит от двух до трех часов. И я, конечно же, не только показываю красоту города, но и рассказываю очень интересные истории, которые оживляют город и помогают нам переместиться через века и почувствовать атмосферу тех времен. Субтитры создавал DimaTorzok На пересечении двух улиц, курсу Риношемента и курсу Витория Эммануэля II, ваше внимание может привлечь белоснежный фасад церкви Санта Андреа Делла Валли в стиле барокко. Но как только вы начнете рассматривать фасад, сразу заметите, что в верхней части вырезан только один ангел, что делает фасад церкви частично незавершенным. Куда же делся другой ангел, который должен был располагаться симметрично справа? Ангел этой церкви является главным героем одной из легенд Рима. Фасад церкви возвел Карл Райнальди в 1665 году по проекту Модерну, который ему не очень нравился. Поэтому, чтобы фасад был приятный на вид, он решил разместить по бокам двух ангелов. Автором скульптуры ангела был весьма уважаемый скульптор Эркули Феррата, ученик Джан Лоренци Бургни, который несколько лет спустя создал одного из ангелов для моста святого ангела. Он создал ангел, несущего крест. Когда Эркули Феррата поместил ангела на фасад церкви, на скульптора обрушился целый шквал критики, в том числе и со стороны папы Александра VII, чей герб мы видим на фасаде. Скульптор не ожидал такой критики и дал папе понять, что если ему нужен второй ангел, то он может сделать его сам. Ну что же все-таки не понравилось бедном ангеле? Видимо то, что он крылом прикоснулся к фасаду, как бы поддерживая его. И тут же на говорящей статую пасквинов был приклеен пасквиль. Я хотел бы летать как птица, но здесь меня поставили в качестве опоры. С тех пор одинокий ангел с грустью смотрит на проходящих мимо туристов. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями и приезжайте в Рим. Понимаю, что сейчас очень сложно приехать в Рим, но все равно приглашаю. Во всех соцсетях ищите меня под ником Тати Рома, путеводитель по Риму. А по поводу экскурсий пишите в личные сообщения. Хорошего всем дня и прекрасного настроения. И до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok